Причину роста цен на овощи и фрукты сотрудники управления статистики объясняют завершением сезона. Так, в прошлом месяце на 44% подорожали огурцы, на 29% – помидоры. Менее доступными для населения стали молоко и кефир. Местные фермеры подняли стоимость на свою продукцию сразу на 1,5%. Якобы дороже стало сырье. Также октябинцы стали больше платить за яйца и подсолнечное масло. Кондитерские изделия, безалкогольные напитки, сыры и рыбу. Ну а крупы, сахар и макаронные изделия, наоборот, упали в цене. Снижение цен у нас отмечено на крупные группы, группу крупных изделий. Это, в первую очередь, на гречневую крупу. Можно сказать, во всех точках анвара отмечено почти два раза снижение цены на гречневую крупу. Кроме того, снижение отмечено на манную крупу тоже. Также бананы снизились на 5,2%. Уже второй месяц идет снижение цены на сахар. В октябре месяце сахар снизился на 3,9%. Ситуация с непродовольственной группой товаров тоже оставляет желать лучшего. На 1,2% подорожал бензин марки АИ-92, на 5% – дизельное топливо. Цены на моющие и чистящие средства, фармацевтические препараты, предметы личного пользования также стали бить по карману горожан. Ну, доченька, ну пенсия какая маленькая, продукты какие. Уже яички по 300 тенге и 285. Это вообще терпения никакого нет, никакого. Еще пенсию добавят или не добавят, а цены уже какие за два месяца вперед. Так что больше не устраивает нас, конечно, что это такое. Пенсии не хватает, это очень дорого. Хлеб, молоко, сахар в основном берется, это очень дорого. Это тысяча-полторы выходит. Семья большая, у меня хлеб на 500 тенге только выходит. И то на один день. Ну, считаю, все дорожает, заварка какая дорогая. Также необходимые яйца, ну все. Крупы, подсолнечное масло, все дорожает. А пенсия на том же уровне, если добавка, то маленькая. Ну, вот 48 тысяч, ну как ее поделить? И коммунальная, и все это очень дорого. Это каждый день все дорожает. Каждый день. Не соответствует, естественно, прожитому минимуму. Например, мне приходится работать на двух работах, для того, чтобы просто как-то поддерживать свой уровень. В основном, вот смотрите, только молочное и хлеб вообще. Колбасы, ну, редко покупаем. В основном, мясо, да, для того, чтобы приготовить, поесть и все. Все опрошенные нами люди и твердили об одном – пенсия и заработная плата прежняя, а цены на жизнь с каждым днем все выше. Асюла Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт».